Расскажите, пожалуйста, о вашем блюде. Я принесла щи. Это традиционное русское блюдо, которое готовится с использованием капусты, картошки, помидор, морковки, лука. Ну, все, что под руку попадется, короче. У меня приготовили суп, который состоит из куриных и овощей. Я принесу райп по-маркандски. Его делают из молока. Я принесла рассольник. Это традиционный русский суп. Готовится с использованием соленых огурцов, что очень необычный. Вкус у него тоже крайне необычный. Млухие, это называется это блюдо. Но это млухие, это похоже на шпинат. Я приготовила драники. Они состоят из картошки тертой, яиц, муки. Обменяйте с блюдами. А, он такой, наверное, достаточно священник. Кстати, он похож на щи. По вкусу. Этот мне похож и на наш. А, это очень вкусно. Похоже на наш йогурт. Такой соленый немножко. Но там много огурец. Но и рис нормально, очень вкусно. С рисом-то вкуснее. Ну, это как хлеб. Вкусно. Называется сальта. Сальта. Она состоит из мяса, баранины или курины, без разницы. Я принесла пирожки. Один из них с картошкой, который длинный и круглый, он с смородиной. Но пирожки едят всегда, это удобно. Это такой уличный, российский стритфурт традиционный. Несу багрет по-маркандски. Посуда сдумана из глина, из Марокко. А, я приготовила дешеную картошку с грибами. А, я знаю, что у вас грибы не растут. Ну, второй этап, курица. У нас котлета, а внутри, ну, она куриная, внутри вот ее находится масло. Ау! Это вкусно. Необычно. Хлеб с, наверное, вот этой, картошкой. Ну, картошка, ну, картошка, как и у нас тоже готовила. Ну, насчет грибы у нас тоже растет, но просто очень мало, они как в России, конечно. И я на самом деле грибы вообще не люблю, поэтому я просто картошка сейчас снимаю, она вкусная. Мне блюдо понравилось, чем-то похоже на наши глины. Ну, вот это очень вкусно. Так, еще шлик вот так. Попробую. Классо. Последнее блюдо называется бинтасах. Оно так состоит из нескольких слоев, которые вкус, можно попробовать разный. И сверху сладкое, наливаем мёд, карамель, что нравится человеку. У меня хаша с амлю. А мёд, это вообще, что в Марокко известнее. И мне кажется, что у нас только в Марокко есть. А он состоит из, ну, орехов. Там миндаль и орехи всякие. Очень дорого. Ну, один литр, ну, там, примерно тысячу-полтора. Это глины. Это, как бы, традиционная русская, ну, русская сладость, русский десерт. В основном мы, скорее всего, выведем его, ну, на один праздник. У нас есть масло. Да, потому что это десерт, это называется халабия, халабия. Ну, это составит из молоко, крахмал и карамель. Голосик с вареньем. На шарлотку немного похоже по вкусу, но шарлотка более мягкая. Это пожёстче. Но так тоже вкусно. Вкусно. Кстати, у нас ягода нету, не растёт в имени. Поэтому это вкусно, но выделено. Это очень вкусно. А, ну, сколько лет в России, Саид, уже, наверное, я сейчас наелся блинами, любящих, официально, надеюсь. Вкусно. Прикольно, как пудинг у нас. Но я не люблю пудинг, но это вкусно очень. Ну, это очень вкусно, но это как банькэ. Это что-то из японской кухни, связанная с водорослью. Давайте сфоткуем. Там камера снимает. Чего ты спасал? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.